Напомню, за последние месяцы это третий визит зарубежных топ-чиновников. Буквально на прошлой неделе Киев посетил госсекретарь США Рекс Тилерсон. До него с украинским руководством приезжал пообщаться генсек ООН Антонио Гутерреш. И вот сейчас генеральный секретарь НАТО. Совпадение лишь, что именно сегодня срочно созвали СНБО для рассмотрения одного из спорных документов. Проекта о реинтеграции Донбасса. Что решили на заседании, знает Любовь Кукла. Она на связи со студией. Люб, здравствуй. Расскажи, какова судьба законопроекта и какие еще решения приняли? А заседание СНБО было не запланированным и назначили его на вторую половину дня. Проанонсировали, что обсуждать будут закон о реинтеграции Донбасса. А вот журналистов навстречу не допустили. Поэтому в каком русле проходили дискуссии, остается догадываться. Как и о том, повлияли ли как-то на решение Совбеза переговоры с приехавшим в Киев к генсекам НАТО. Как бы там ни было, ближе к вечеру итог заседания озвучил секретарь СНБО. Александр Турчинов вышел к прессе и объявил рассмотрение законопроекта, решили отложить. Напомню, что документ, касающийся реинтеграции, довольно спорный. Сегодня в парламенте говорили, что он пока не согласован. А в оппозиции вообще уверены, что законопроект не так уж и важен. Хочу повернуть всех до розгляда політично-юридично частини Минского протокола. Если их важно проанализовать, то тоже сама реинтеграция там крок за кроком виписана. И виписана и с политично-юридично точки зрения. Я считаю, что большая ошибка была парламенту, когда не дослушались до думки нашей фракции. Это было бы дало нам нам сильнейшую позицию на переговоры сегодня. Впрочем, безрезультативным сегодняшнее заседание СНБО назвать нельзя. Там заявили, что разработан законопроект о возвращении госсумеренитета на докупированные территории Донбасса. И уже в сентябре его подадут в Раду после консультации с участниками Нормандской четверки. Также сообщили о новациях, которые уже в ближайшее время коснутся иностранцев. Кордон нашей Украины по биометричным паспортам. А также обязательно снятие биометричных данных. Это касается, в первую очередь, убитков пальцев. Для граждан других стран и людей без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие угоды. То есть, понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан. Еще одно решение и рекомендация нардепам. Выделить дополнительно 3 миллиарда гривен на оборону строительства завода по выпуску боеприпасов. И направить 250 миллионов гривен госпедсвязи на усиление кибербезопасности страны. Студия. Люб, спасибо. Любовь Кукла рассказала о подробностях заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. Продолжение следует...